Я ваакифа инда кабри, ла тата'аджаб мин амри, бил амси кунту мисляк, вагадан такуну мисли. О, стоящий у моей могилы, не удивляйся положения моему. Вчера я был подобно тебе, завтра ты станешь подобная мне. Именно завтра, уважаемые братья и сестры, именно завтра Аллах Субхану Ва Та'Аля в Коране сказал, в 43 хачар, Я айюха лавина аманут тякуллаха вальтанзуру нафсум ма каддамат лигады. О, верующие, бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа посмотрит, что она уготовила на завтра. Имеется ввиду на судный день. Почему Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля говорит на завтра? Потому что смерть, она близка от каждого из рабов Аллаха Субхану Ва Та'Аля. Смерть приходит внезапно, как сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля в Коране, Баль таатикум бахта, смерть к вам придет внезапно. И также по отношению к судному дню, это наша жизнь будет считаться всего лишь днем или частью дня, как сказал Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля в Коране. Судный день, когда Всевышний Аллах Субхану Ва Та'Аля соберет всех людей, всех рабов своих, и скажет, сколько вы прожили на земле? И все ответят, кто-то прожил 50, может быть, лет, кто-то 100 лет, как раньше были долгожители, более 100 лет жили люди. Но все они скажут в один голос, о, наш Господь, мы прожили день или часть дня. Спроси тех, кто считал. Почему? Потому что по отношению к судному дню, это наша жизнь короткая, сколько бы человек здесь ни жил, будет казаться день или часть дня. Уважаемые братья и сестры, год назад мы делали видео с этих кладбищ, как раз мы сейчас находимся в городе Ульяновск, и сейчас уже не осталось места. За год эти кладбища заполнены, и уже больше на этих кладбища не хоронят, на других кладбища будут хоронить. Поэтому, Субхану Аллаху, смерть, она близка от каждого. Каждый день человек покидает эту временную мирскую обитель. Ульяновск, Субхану Аллаху, когда я приезжаю в Ульяновск, три места, мои любимые, три основных места, которые я люблю посещать, и которые у меня близки к сердцу. Это дом Аллаха, Субхану Аллаху, мечеть, в которой был имам, мой отец, рахмахуллах, дом моей мамы, и вот эти кладбища. Пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассаляму, сказал, Посещайте кладбища, посещайте могилы, они вам напомнят о вечности. Когда раб Аллаха, Субхану Аллаху, приближенный, праведный, раб Аллаха, Субхану Аллаху, умирает, то первое, что он видит, ангела смерти. Когда приходит за ним, за его душой, ангел смерти, он видит его. А все остальные, кто вокруг него, не видят этого ангела смерти. Аллах, Субхану Аллаху, говорит в Коране, Поистине мы ближе к нему, чем вы, однако вы не видите. Именно ангел смерти. Если раб был праведным, который поклонялся Всевышнему Аллаху, отдалялся от запретного, от греховного, то в этот момент он увидит ангела смерти в красивом виде. И он заберет его душу, как последняя капля, которую выливаете из бурдюка. Легко выйдет его душа. И тут уже ангела Рахна, ангелы милости, милосердия, будут ждать его с саваном, с кафаном из рая, и с благовониями, водой из рая, дабы омыть его, окупать его. И как только заберет ангел смерти душу, раба Аллаху, Субхану Аллаху, то ангелы милосердия не оставят в руках ангела смерти эту душу не на мгновение ока. Заберут и будут подниматься с ним на небеса, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям. Откроется ему первое небо, и все будут к нему взывать, те, кто на первом небе, самыми прекрасными именами, которые он любил в этой жизни. Теми именами, которыми его называли в этой жизни. И будут спрашивать, кто это, на что скажут, это такой-то, сын такого-то. И вот эти ангелы, их лика будут светлыми, как солнце, сиять будут, как солнце, и они будут подниматься на первое. Потом будет открываться для него второе небо, третье небо. На каждое, каждое небо будет для него открываться, и будут его приветствовать. И взывать к нему, обращаться к нему именно по тем именам, любимым для него именам, которые его называли в этой жизни, в мирской обители, в Дуне. И когда уже откроется седьмое небо, ангелы скажут на седьмом небе, «Мэн Хэдэ, кто это?» И так скажут, «Хэдэ, фу-лян, имену фу-лян». То есть это такой-то, сын такого-то, с самыми благими именами его будут называть, которые он любил при этой жизни. Выше уже находится седьмого неба, Аль-Бахр, море, в котором глубина 500 лет ходьбы. Выше этого Аршур-Рахман, трон, милость в Аллаху, субханава-та-Аля. И тогда Всевышний Аллах, субханава-та-Аля, скажет, «Положите эту душу, верните эту душу в его тело, в землю». «Мин ха хадакна кум вафи ха ну аиду кум, ва мин ха нухриджу кум таратин ухра, ведь из земли я его сотворил, землю я его верну, из земли я его воскрешу, сегодня день». И когда душа обратно зайдет в это тело, придут к этому человеку два ангела. То есть это с каждым из нас, уважаемые братья и сестры, произойдет. И с теми людьми, которые покидали эту жизнь, это произошло. Если был праведный раб, придут к нему два ангела, дабы задавать ему вопросы, спрашивать его. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда хранили сахабов, он говорил, «Просите за своего брата, чтобы Аллах укрепил его». Сейчас его спрашивают. Укрепил его на твердом слове. «На ла иллахе иллахе». Поистине Аллах укрепляет, утверждает на твердом слове, на слове единобожие, на «ля иллахе иллахе» своих верующих, праведных рабов в этой жизни и вечности. В этой жизни утверждает то, что они живут соответственно «ля иллахе иллахе». И в вечности они смогут ответить на эти вопросы. И когда придут эти два ангела спросить его, тогда этот раб, который лежит в могиле, увидит то, что солнце заходит и скажет, «Дайте мне возможность прочитать молитву». То есть смотрите, «каллбу гумуаллак бессаля». Его сердце привязано с молитвой, с поклонением, с вишним Аллаху субханава та'али. На что ангел скажет, «Почитаешь потом, ответь». «Ман раббук, ума адинук, ума аннабиюк». «Кто твой Господь?» «Ва маннабиюк?» «Кто твой пророк?» «Ума адинук, какая твоя религия?» И тогда верующий скажет, «Рабби Аллах, с легкостью, мой Господь Аллах». «Мой пророк Мухаммад, моя религия – Ислам». И тогда услышится голос и скажет, «Мой раб сказал истину». «Мой раб сказал истину». И тогда его могила будет просторной, как именно на расстоянии горизонта. То есть он будет видеть свое место в раю. Тогда Аллах субханава та'али прикажет, «Растелите моему рабу вот этот путь, покажите ему путь в рай, в вечную райскую обитель. Откроется ему, и он увидит на расстоянии горизонта свое место в раю. И тогда он захочет уже зайти в этот рай, в свое вечное место пребывания и скажет, «Я, Рабби, акимиссаа, хатта арджаил амали и ахли». «Ой, мой Господь, сделай так, чтобы судный день побыстрее наступил, дабы я вернулся к своему имуществу, к своей семье, к своим детям, к своим сыновьям, к своим дочерям, к своим близким». «О, Аллах, сделай так, чтобы побыстрее наступил судный день». И перед этим, как ему откроет вид в рай, он придет к нему в красивом облике. Увидит он мужчину в красивом облике. И тогда он скажет, «Кто ты такой?» «Твоё лика, оно прекрасное, красивое лика, добрая лика. Кто ты такой, такой красивый, с прекрасным, вкусным запахом?» На что он ему ответит, «Я твои деяния, я твои благие дела, я твой намаз, я твоя молитва, которую ты читал, я твой пост, который ты постился, я твой садака, который ты раздавал, я твой закат, который ты выплачивал, я твой хадж, я твоё хорошее отношение к родителям, я твоя справедливость, я твоя честность, я твоя набожность. Ты меня сделал таким красивым, потому что ты делал и творил благие дела». Уважаемые братья и сёстры, каждому из нас придётся лечь, рано или поздно придётся лечь в могилу. Поэтому «Аль-Кабру» «Азаму-ва'айф» «Могила» – это самое лучшее из того, что тебе напоминает о вечности. Поэтому задают часто вопросы, уважаемые братья и сёстры, в директе, задают вопросы так, то есть, если я не молюсь, ну, пощусь, принимается ли мой пост или нет. Или задаются вопросы, я знаю, что за оставление намаза Аллах, субхану Алина, наказывает, то, что ключ к раю – это намаз, это саля. То есть, что может меня побудить не оставлять молитву? В Аллаху Алям. Самое лучшее побуждение, дабы делать благие дела, не оставлять это, это немножко остановиться, забыться и посмотреть вот на эти могилы. То есть, год назад ещё не было так переполнено. За год сколько людей умерло. Там и молодые тоже похоронены, не только старые люди, и молодые. И сейчас вот во время пандемии мы, свидетели, много людей тоже ушли из этой жизни. То есть, она смерть переходит внезапно. У смерти нету возраста, то есть, она не приходит за определённым возрастом. А именно, Аллах, субхану Алина, предопределил, и Аллах в Коране сказал, у каждого человека свой срок в этой жизни. И когда наступает срок, ангел смерти ни на час раньше, ни на час позже не приходит за душой, а именно всё своё время. Поэтому, уважаемые братья и сёстры, сколько нам осталось жить в этой жизни? Да, Аллах, субхану Алина, всем нам долгих лет поклонения, всевышленному Аллаху субхану Алина. Но Аллах знает, когда заберёт душ. Это произойдёт через год, через 10 лет, через 20 лет, сегодня, завтра, послезавтра, только Аллах, субхану Алина, мы с вами должны быть готовы. Верующий человек не боится умереть. Почему? Потому что смерть, она... Каждый человек в кусе смерти. Каждый человек в кусе смерти. Каждый человек в кусе смерти. Но, однако, верующий, он должен быть готовым к встрече с Аллахом субхану Алина. То есть, придёт время, когда мы всегда сюда, когда мы с вами ляжем в могилу. Рано или поздно, мы должны быть готовы, уважаемые братья и сёстры. Поэтому, о те братья и сёстры, которых кто-то читал намаз, молитву и оставил. То есть, в благие дела, первое, это это ухейд, это единобожие. И также, это что, молитва? Ас-саля. Ас-саля ту мифтаху л-джанна. Ас-саля, как-то брак Мухаммад, салаллаху алейху алейху ассалям. Ключ к краю это намаз. Ключ к краю это ас-саля, молитва. Человек, который говорит, завтра я начну, завтра я начну молиться, что его останавливает? Что его останавливает поклоняться Всевышнему Аллаху, субхану а та аля? Или он до конца не поверил, то, что он уйдёт из этой жизни, рано или поздно. Или он до конца не поверил в слова Всевышнего Аллаха, в аятах, где Всевышний Аллах, субхану а та аля, сказал, обитатели рая обратятся в Судный День к обитателям ада и скажут, что же вас вело в Сакар, одно из названий, одно из видов Джаханнама, ада? На что первый ответ, мы не были из числа молящихся, мы не читали намаз, мы не молились. Когда Муаввин говорил, спешите на молитву, мы оставляли. Мы не молились, мы не спешили поклоняться Аллаху, субхану а та аля. Уважаемые братья и сёстры, поэтому молитва, пророк Мухаммад, салаллаху алейху ассалям, с Камбунии аль-Ислама аля-Хамс. Ислам упирается на пяти столпах. Первое, шахада ан ла иллахи иллалах, уэнна Мухаммад ар-Расулу Аллах, свидетельство, что то, что нету достойного поклонения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммад раб и посланник Аллаха. Второе, икам ас-салля, чтение молитвы, пятикратная молитва. Чтобы одну молитву прочитать, нам нужно примерно пять минут времени, чтобы один раз одну молитву прочитать, пять умножить на пять, двадцать пять минут, это не в одно время, а в разное время. Пускай будет полчаса, пускай даже будет час. Из двадцать четыре часа подарок, Аллах нам дал с вами, двадцать четыре часа бесплатно. Аллах требует один час, дабы посвятить молитвы, посвятить салят. Верующий человек должен понимать, то, что если ключа в руке нет, то как он откроет дверь рая? Если пророк Мухаммад, салаллаху алейхи, сказал, ключ к раю это намаз, ключ к раю это салят. Также Аллах говорит в Коране, если молитва отдаляет, запрещает человеку делать все плохие дела и греховные дела, то есть защищает она тебя. Также успокаивает сердце. Аллах в Коране говорит, вспоминание Всевышнего Аллаха успокаивается сердце. Рок Мухаммад, салаллаху алейхи, сказал, то, кто поминает Аллаха и тот, кто не поминает Аллаха, то есть тот, кто молится и тот, кто не молится, подобно живому и мертвому. Рок Мухаммад, салаллаху алейхи, перед смертью, три раза произнес, молитва, 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 намаз, намаз, намаз. И обращайтесь должным образом тем, над кем вы взяли руководство. То есть три раза повторил перед смертью и с этими словами ушел из жизни. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи, обычно, когда человек пересмертный, когда состояние, он сам о самом важном говорит. Человек приходит навещать больницу, там дети приходят навещать в больницу своего отца, и он уже чувствует, что смерть где-то рядом, собирает всю семью, говорит, я уйду из этой жизни, тот-то мне должен там заберите у него долги, этому я должен отдать эти долги, давай я на тебя перепишу там дом, на тебя землю, на тебя машину, на тебя бизнес. То есть о самом важном, о чем-то важном хочет сказать, наставление дает. А пророк Мухаммад, салаллаху алейхи, мне, тебе, брат, тебе, сестра, всем нам, он что-то сделал, последнее наставление сказал, ассаллах, 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 молитва, 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 намаз, намаз, намаз. И с этим покидал жизнь. С этим покинул жизнь. Умар ибн хаттаб убили во время молитвы. Когда он приходил мимо рынка Медины, Сук-ль-Мадина, один из джасюсов продавал некие такие изделия из металла. И тогда был ханджар, такой небольшой меч, ножик, и он ему отдал, Умар ибн хаттабу. И во время молитвы, когда проводил утреннюю молитву, Умар ибн хаттаб, когда был правителем, этот джасюс прошел через ряды и прыгнул Умар ибн хаттабу. И тогда упал он. Упал он и потерял много крови. И очнулся. Когда очнулся, уже восходило солнце. Обычно, что, когда человек приходит в себя после такого ранения, что первый вопрос, какой он должен был задать, как вы допустили это? Кто меня прынул? Как случилось это? А он первый вопрос. Прочитали ли вы намаз? Закончили ли вы молитву? Я стоял имамом среди вас. Я не закончил. Вы прочитали? Прочитали. Правитель правоверных. Прочитали. И тогда задает вопрос. Своему сыну сказал, что Ибн Умар ибн хаттаб сказал своему сыну, Умар ибн хаттаб сказал своему сыну, принеси воду. Тогда сподвижники подумали, что он потерял много крови, у него была жажда. Он взял омовение как смог и дочитал молитву. Дочитал молитву, это стояли, кровь из него течет. И когда он уже чувствует смерть, сказал, кто меня убил. То есть уже чувствует смерть. Когда сказали, такой-то, 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 такой-то. То есть он был из джасусов, когда сахабы, когда он пырнул умара, начал одного пырать, второго сахабу. И тогда сахабы окружили его, он кинул свою кольчугу и сам себя убил. То есть он был, этот человек не был мусульманин, не был молящимся. И когда спросил Умар Абин Хатаб, кто меня убил, на что ответили такой-то, такой-то. И с какими словами ушел Умар Абин Хатаб, сказал, я благодарю Аллаха. И я благодарю Аллаха, то что Аллах забирает мою душу посредством того человека, который не делал ни одного земного поклона Аллаху. То есть меня убил не молящийся, меня убил не тот, который молится, не тот, который читает намаз. Поэтому, уважаемые братья и сестры, все в этой жизни проходит, и все в этой жизни временно. Поэтому вот в эти места мы приезжаем и делаем сами себе напоминания. То, что и наше время придет, и мы уйдем. Но кто счастливый? Валлахи, все уйдут к Аллаху. Все уйдут к Аллаху. Все вернутся к Аллаху, субханава тааалим. Аллах в Коране сказал, потом вы к нам вернетесь. То есть всех, и верующих, и неверующих, и богатых, и бедных, и лицемер, и праведник. Все, все, все до единого, и темнокожие, и белокожие, все вернутся, и мужчины, и женщины, и старые, и молодые, все вернутся к Аллаху, субханава тааалим. Все. Но кто счастливый? Счастливый тот, кто вернулся к Аллаху еще при жизни. Вот этот человек счастливый. Туба. Можно обрадовать того человека. Ман анара кабраху, кабля ан ядухаля. То, кто осветил свою могилу перед тем, как лег в нее. Осветил своими деяниями, своим намазом, своим благочестием, богобоязненностью. У этого человека была возможность согрешить, сделать прелюбодеяние, сделать такой или иной грех, но он боялся Аллаха. Он спешил на праведные дела, он спешил на молитву, спешил на благие дела. Этот человек осветил свою могилу перед тем, как лег в нее. Счастливый человек тот. Ман ардаллаху, кабля ан яльках. Тот, кто сделал своими деяниями, помилился Аллаха, добился того, что Аллах доволен им перед тем, как он встретится с Аллахом. И счастливый человек тот. Ман салля, кабля ан я салля алей. Кто молился, выставил молитвы перед тем, как молились над ним, погребальную молитву. Джаназа нам. И так же мы должны смотреть на наше окружение. Как красиво сказал один из ученых, выбирай себе друзей, таких искренних братьев в этой жизни. Подобно тому, как будто ты себе выбираешь сав, ряд, которые будут читать за тебя Джаназа намаза. Которые за тебя будут читать Саляту Джаназа, погребальную молитву. Кого бы мы хотели бы видеть в этой молитве, которая будет читать за нас погребальную молитву, когда нас понесут на носилках. Кого бы мы хотели видеть в этих рядов, таких мы, братьев, должны брать в дружбу. Таких мы, людей, должны брать, альхамдуллах. И эти братья, это те братья, искренние братья, которые в этой жизни будут всегда искренними. И после нашей смерти не будут забывать нас в своих молитвах, в своих дуаах. Я прошу Аллаху, чтобы смиловаться над всеми лежащими здесь мусульманами. Я прошу Аллаху, чтобы мы были из числа тех, которым доволен Аллах. Чтобы мы осветили с вами наши могилы, наши могилы перед тем, как ляжем в них. Чтобы мы получили, заработали, заслужили довольствие Аллаха перед тем, как мы с ним встретимся. И чтобы мы с вами были до последнего вздоха из числа молящихся, поклоняющихся Всевышним Аллаху, Субхану Ва Та'Аля, единобожниками. И чтобы последние наши слова были в этой жизни. Ла Илляха Илля Аллах, Мухаммад Расулуллах. Ассаляму алейкум, ва рахматуллах и баракану. Субтитры создавал DimaTorzok